МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что чем ты старше становишься, тем твоя память – это твой якорь, твое спасение. Чем меньше булькает вокруг живая жизнь, тем большую роль играют воспоминания. После того, как у примата отсох и отвалился хвост, то в качестве хвоста ему была дана память. Потому что эта ностальгия сейчас в основном болеет как раз младшие поколи. Но потому что сейчас плохо, а хорошо может быть только в прошлом. Тогда просто познакомиться с девушкой было нереально, если ты не мог процитировать. Либо из блока, либо из Евтушевского. Мы будущее конструировали таким образом. Будут сажать, не будут сажать. Больше нас нечего. Лица взрослых как-то стали менее скованы. Просто я обнаружил, что какие-то мышцы лиц стали свободнее. Какое-то ощущение, что все стали двигаться как-то свободнее. Потому что, конечно, это было полное ощущение такой сказки, где Кощей вот так всех заморозил. Привет, Катя. А вот здесь ходишь, так снег падает. Вообще ощущение, что ничего плохого не случилось. Что время замерло. Ну да. Так это вообще все, кто сейчас живет вне пределов нашей территории и приезжает в Москву ненадолго, они говорят, что это очень странное ощущение. Потому что оттуда все кажется совершенно кошмарным. А приезжаешь, а чего? Вот по улице ходят люди, в кафе сидят люди, в метро едут люди, ничего страшного вокруг не происходит. Если ты не читаешь Ленту новостей, то вроде вообще все отлично. Мне кажется, что это очень странно. Потому что если страна начала войну и участвует в ней, то как-то должно быть это маркировано в пространстве. Но в Москве, если сильно не искать эти знаки З, то ты их и не увидишь. Знаки З, да. Вообще все это несколько преувеличено. Все это сконцентрировано в интернете, в социальных сетях и в каких-то изданиях. И когда мы на это наводим фокус, то кажется, что это в масштабах вообще не только страны, а вообще вселенной происходит. Жизнь идет своим чередом. И когда ты начинаешь что-нибудь вспоминать, что происходит в соседнем государстве, то начинают чесаться глаза и волосы шевелятся. А можно не знать. Огромное количество людей про это вообще мало чего знают. А вы сталкиваетесь с теми, кто вообще ничего не знает? Мои общения либо с друзьями, либо, значит, в интернете, либо с таксистами. Они замечательные люди, они конспирологи все, во-первых, в большинстве. Мне, например, один совсем недавно, он маленькую лекцию мне прочел на тему глобального потепления и изменения климата. Я, поскольку в этих делах плохо понимаю, я ему предоставил инициативу, значит, рассказы, и он мне открыл глаза вообще на все. Во всем виноваты приезжие, говорит, из Азии. Я говорю, да, интересно. А что, все очень просто. Говорит, сидели в своих горах, пустынях, а потом раз, и все приехали сюда. Земная ось, конечно же, сместилась. Ну ладно. Клянуй. И вот, пожалуйста, когда послушаешь каких-нибудь, так сказать, политических деятелей, депутатов, такое впечатление, что вообще власть, даже не только в стране, а в мире, захватили таксисты. Потому что это дискурс абсолютно. Одно из самых ваших любимых моих эссе, это эссе, которое называется «Что не забыть». Вы перепутали. Оно называлось «Что хотелось бы забыть, но не получается». Правда. Шах и мат. Ну, я был бы рад вам подыграть. Что хотелось бы забыть, но не получится забыть про нынешнее время? Ну, к сожалению, много что. Из важного? Ну, из важного. Это вот события, происходящие в соседнем государстве. Это факт истории. А что про себя хотелось бы забыть? Про себя? Про себя. Знаете, это бесполезно, поскольку вот упомянутый вам текст называл «Что хотелось бы забыть, но не получается». Сейчас уже бессмысленно об этом говорить, потому что не получается и дальше не получится. Вот в чем дело. Сейчас все-таки я с возрастом стал думать, что надо помнить желательно все. Потому что чем ты старше становишься, тем твоя память – это твой якорь, твое спасение. Чем меньше булькает вокруг живая жизнь, тем большую роль играют воспоминания. У вас сейчас в жизни больше прошлого или вы больше думаете о будущем? О будущем я думаю редко, о прошлом тоже. Я о нем не думаю, я его вспоминаю. И я как-то пытаюсь его адаптировать к настоящему, но я всегда был настроен и как автор, и как социально-психологическая личность. Меня всегда интересовало настоящее. Но в нем много прошлого, а что же делать? Вот человеку дана память, как, по-моему, если не ошибаюсь, Иосиф Бродский когда-то придумал, что после того, как у примата отсох и отвалился хвост, то в качестве хвоста ему была дана память. То есть она является таким хвостом, которым он либо заметает следы, либо еще что-то делает. Мне эта идея нравится. Я даже на эти темы когда-то думал, но уже правда не про память, а про хвосты, что было бы, если бы людей были бы хвосты. Это же интересно, правда? Были ли бы на них моды, скажем, стриженный хвост или не стриженный хвост, были бы какие-то футляры. Это очень интересно. Ну, память действительно очень важная вещь. Для меня это очень важная вещь. Мы будем говорить сегодня и про память, и, в общем, наверное, про будущее, но нужно выбрать цвет. Я люблю, знаете, цвет, то, что... Терракот. Даже не кирпичный, а вот этой обожженной глиной. Скажи, гордивый, скажу, скажу, скажу. Сэй, 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 сэй. Мы в Переделкино. Это такое большое, важное место для всех русских писателей. Не для всех. А для вас. У меня с этим местом очень такие сложные отношения. С детства для меня это ничего не значило вообще. Потом, когда я стал андеграундным автором в начале-середине 70-х, это скорее для меня было место не то чтобы комическое, но такое, ну как, софтписы тут, как бы, да? Советские писатели живут в Переделкино, а ужинают в ресторане ЦДЛ. Конечно, к этому Переделкино у меня такое было отношение, прямо, скажем, дистанционное. Но были у меня знакомые все-таки такие настоящие писатели. Союзные, союзные писатели. Но хорошие, я с ними дружил. А это были замечательные люди, детские писатели. Они время от времени работали и иногда звали в гости. Я к ним приезжал сюда, вот в этом самом корпусе. Они, конечно, жили. Большая часть вот этих обитателей вот этого домотворчества это были люди сильно пьющие, что вообще свойственно этой профессии. И я хорошо помню, значит, когда я тут ночевал, а утром на завтрак меня, значит, приводили, потихоньку сходились все эти литераторы. Вид у них был совершенно не оставляющий никаких сомнений по поводу вчерашнего вечера. И они так не глядя друг на друга, как работалось вообще. А было абсолютно видно, как им работалось. Тяжело. Не надо было спрашивать. Изнурительная работа. Считалось, что они здесь работают, хотя в основном они тут гуляли по окрестностям, занимались жутким блядством и бухали. Значит, если говорить об истории моих отношений, а потом, как пишут литераторы, шли годы, вот, и дошли они до того, что здесь возникла такая интересная институция, как резиденция, и меня сюда позвали пожить. Но тут же вся фактура вот этой жизни, она же была другая, вот совсем не советская. И это хорошо. Вот, вот, этот прекрасный такой гостиничный корпус, там вот все и я там жил. И окно у меня сюда выходило. Что-то в этом было символическое, что я как бы въехал в эти переделки на белом камере. Мои книги можно поделить на художественную литературу и нон-фикшн, но то же самое можно сказать о моих визуальных работах. Дизайн – это просто нон-фикшн, версия искусства. Эта цитата принадлежит Дугласу Коупленду, автору романа «Поколение Икс». Многим Коупленд известен только как писатель и сценарист, но на самом деле он заметная фигура в современном искусстве. В юности он учился на дизайнера, а спустя много лет уже став прославленным писателем, вернулся к любимому делу. Запустил линию одежды, разработал коллекцию мебели и всерьез увлекся скульптурой. Но даже в те годы, когда Коупленд зарабатывал исключительно литературой, он ни на секунду не забывал о своей любви к визуальному и вовсю экспериментировал со шрифтами и расположением текста на странице. Сейчас графическим дизайном можно заработать очень и очень достойные деньги, создать макет сайта, логотип, разработать бренд-бук или фирменный стиль. Все это может графический дизайнер. Такие специалисты нужны в IT-компаниях, рекламных агентствах, ритейле, искусстве и много где еще. А обучиться этой профессии можно на курсе образовательной платформы «Нитология», графический дизайн и коммуникации. Курс рассчитан и на новичков, и на тех, кто уже работает в дизайне и хочет подтянуть свой уровень. Он длится 7 месяцев. Это 65 видеоуроков и вебинаров с практическими заданиями, которые будут проверять практикующие эксперты. Вы освоите основные инструменты в фотошопе, иллюстраторе, авторэффекции и фигме. А еще это отличная возможность развить насмотренность и познакомиться с рабочей культурой дизайнеров. Практики будет много. Благодаря этому вы не только получите готовое портфолио, но и сможете брать первые заказы на фрилансе уже после 4 месяцев обучения. Если же в процессе вы поймете, что обучение вам не подходит, денег за него можно вернуть в любой момент. В течение первых 3 занятий полную сумму, а начиная с четвертого стоимость оставшихся занятий. А еще можно перевестись на другой курс, который вас заинтересует. Специалисты металлогии обязательно помогут с выбором. Переходим по ссылке в описании или к QR-коду на экране и записываемся на курс «Графический дизайн и коммуникации». А по промокоду «Скажи Гордеевой» получаем 45% скидки на любой платный онлайн-курс металлогии. А вообще вот эта идея собрать всех писателей вместе, чтобы они в каком-то отдельном месте творили? Она рабочая? Вообще, вот эта тенденция начиналась еще с, по-моему, с 1934-го примерно года, когда состоялся первый съезд писателей. Его долго готовили. Это Горький там все. Когда Горький вернулся, да, ему далее. Горький вернулся, он все это придумал. Он очень любил всякую коллективку. Он же и придумывал тогда эту поездку чуть позже на «Беломорканал», после которой там много писателей, причем в том числе и хороших, значит, на этом «Беломорканале» были. Вот подождите. Книгу помните? Помню. Но Горький же хороший писатель. Ну, я его не люблю. Но говорят, хороший, не знаю. На дне очень хорошая пьеса. Вот. Да. Но он с такими провалами в чудовищную графоманию, вроде какого-нибудь этого самого буревестника, что это просто невыносим, скулу сводит. Но пьеса хорошая, да. Ну, то, что жизнь он знал, а про птиц он мало по ним. Хотя он ведь тоже себе придумал биографию, ни с какой ни бедноты. Он был талантливый жизнестроитель. Он придумал псевдоним. Такой правильный, значит. Он как бы... Он придумал роль писателя-человека из народа. А тут сапоги, поддевки. Это он придумался. После него все пошли. Был писатель-скиталец. Тоже псевдоним был. Ну, был Леонид Андреев, как-то не псевдоним, но он тоже ходил в сапогах под поясным ремешком. Он много чего придумал. Да, такой облик такого народного человека. Хотя в юные годы, как известно, оттуда эти усы висящие, он очень увлекался Ницше. Ему подражало даже внешнее. Может быть, вместо такой советской истории появится новая, другая история, ничем с нею не связанная? Ну, в принципе, может. Ну, так вообще с городами так происходит. Ну, совсем не связанной не бывает, конечно, ничего. Конечно, над этим переделки написательские. Потому что я рассказываю о таких писателях, которые жили в Доме творчества и бухали, а тут, вообще говоря, кроме всего прочего, вообще-то жил Пастерне, который это место просто прославил. То есть половина его поздней лирики, она так или иначе связана с этим местом. Вы в одном из недавних интервью сказали о том, что неважно, что хороший писатель или плохой, что он подлец, и поэтому вам неинтересно, хороший ли он писатель. Да. А действительно ли это применимо ко всему массиву русской литературы? Нет, нет, не применимо. Понимаете, вот вся эта литература делится на литературу мёртвых и на литературу живых. То, что Лев Толстой там, я не знаю, плохо обращался с женой, это как бы факт его биографии, который на моё восприятие его текстов ни малейшим образом не влияет. То, что Чехов в частных письмах ужасные вещи писал о женщинах или там что-то такое. Абсолютно никак не влияет, да? Всё равно любимый писатель. Как вёл себя Хармс на каких-то допросах. Ну, я прекрасно знаю, каковы были эти допросы, поэтому, знаешь, какие осуждения. Вот. Нет. Это касается, конечно, ныне живущих. То есть эта граница проходит по живым и неживым? Ну, в общем, да. Ну, да. То есть если кто-то из ныне живущих и, допустим, активно поддерживающих войну, но при этом являющихся талантливым писателем или поэтом, во-первых, я таких не знаю, а во-вторых, ну, хорошо, если он умрёт, это будет проблема не моя, а потомков, понимаете? Известно, что поэт Фед был страшно реакционный человек, который был против отмены крепостного упора, ну, вообще всякое такое. Ненавидел университет, как известно. Проезжая мимо Московского университета, он буквально высовывался и плевал в сторону университета, потому что это рассадник вольнодумства и всякой гадости. Но на большом расстоянии это оказывается неважно. Но на большом расстоянии это оказывается неважным? Неважным. Литература русская, которую сейчас обвиняют в том, что она, оказывается, давно подталкивала нас к имперству, и вообще какая-то... Я знаю эту точку зрения, да. Я не раз... Ну, во-первых, что значит не нас подталкивало? Я не думаю, что вот это имперское, воинственное, милитаристское сознание, что оно свойственно прежде всего тем, кто много читал русской литературы. Все-таки нет. Если читали, то какую-то другую литературу. Потому что тот же Лев Толстой, понимаете, он настолько последовательный, пацифист и антиимперец, как раз. И вам просто почитать одного Хаджи Мурата и вопросы отпадают. То же касается и Чехова. Нет, ну... Это Пушкину приписывают, да, потому что у него есть два-три стихотворения, таких как бы некрасивых в этом смысле. Хотя они как стихи, конечно, потому что это Пушкин, они все равно блестящие. Но он как? Он был человек своего круга и своего поколения. Ну что, это странно вообще экстраполировать наше нынешнее понимание ситуации на писателей, вообще на деятелей прошлого. Может ли литература к чему-то подталкивать или наоборот к чему-то убегать? Я нет, не верю. Нет, нет. Есть люди, которые склонны к тому, чтобы их кто-нибудь подталкивал. Ну, тогда да, конечно. Но вот это, что писатель ведет, писатель учит, я в это не верю. Боже, как красиво, слушайте. Я был уверен, что эта выставка закрылась уже. Потому что Аня живет в Берлине, насколько я знаю. Аня Наринская, которая ее придумывала. Да. Когда Аня затеяла эту выставку, она попросилась со мной встретиться. У нас, говорит, будет одна из комнат. Это со всего в процессе ремонта, все, что нашлось в каких-то там подвальных или каких-то помещениях, предметы старого советского вот этого самого быта, 70-х в основном. И мы бы очень хотели, чтобы каждому предметику какой-нибудь такой комментарий, конечно, желательно на карточках, поскольку это твоя фирменная форма, как-нибудь каждый предмет откомментировал. И они мне прислали фотографии всех этих предметов с названиями. И я стал думать. И я придумал такую штуку. Я придумал, что тут жил какой-то писатель где-то в середине 70-х годов. Такой средне-алифметический писатель. Такой, что называется, ни низок, ни высок. В меру фрондирующий, в меру талантливый, в меру пьющий. В общем, все в меру. Нервозный немножко. И что этот писатель, который здесь живет месяц или сколько, он ведет дневник. И отрывки из дневника, в которых упомянуты все эти предметы, вот, значит, на этих карточках. Так получилась эта серия. Я ее назвал дневник писателя, понятное дело. Вот. Со всеми возможными ассоциациями и реминесценциями. Одну или две брошки запекли в хлеб. Еще одно спрятали в банке из карамелек и сжженного сахара. Ожерелье разобрали на бусинке, обтянули их тканью и пришили, как пуговицу на блузке. А обрывки еще одного ожерелья пришлось при виде пограничников спрятать за щеку. Так вывозили свое имущество жена и дочь бывшего депутата Царской Государственной Думы Сергея Шедловского. Все остальное имущество семьи сразу после их бегства экспроприировали. Уезжали авантюрно, под чужими именами. В 1920 году продолжалась репатриация в Германию пленных и интернированных. И какой-то ушлый делец предложил женщинам документы на имя Хелены и Ванды Нейман, то ли вернувшихся на родину, то ли уже умерших. Беженки добрались до Берлина почти без потерь. На границе консисковали только одну брошь, ту самую спрятанную в банке с карамельками из жженого сахара. Сегодня вопрос эмиграции для многих снова стал очень актуальным. Если вы задумываетесь о переезде, то в идеале взвешенно выбрать направление и заранее подготовить почву. Надежным планом Б при наличии средств может стать вид на жительство в Европе, а получить его можно, оформив золотую визу Кипра. Это одна из редких программ инвестиционного вида на жительство, по которой все еще одобряются заявления граждан России. Чтобы стать постоянным резидентом Кипра, нужно приобрести в стране недвижимость стоимостью от 300 тысяч евро. Искать жилье в чужой стране с другими правилами и законами нелегко. Да и оформление ВНЖ – не самый простой вопрос, в котором часто требуется помощь профессионалов. Помочь определиться с выбором жилья и решить все бюрократические вопросы могут консультанты международной и миграционной компании «Астонс». Жить и работать на Кипре после получения золотой визы не обязательно, но иметь ее для доступа к международной финансовой системе или европейскому образованию очень удобно. При этом многие с удовольствием переезжают на остров и остаются. Море и солнце круглый год, высокий уровень личной безопасности, большое русскоязычное комьюнити. Благоприятная налоговая система и комфортные условия для релокации и развития бизнеса. Все подробности по получению золотой визы на Кипре можно получить у персонального консультанта «Астонс», оставив заявку по ссылке в описании. А чтобы быть в курсе всех прочих доступных маршрутов инвестиционной эмиграции и отслеживать новости, можно подписаться на телеграм-канал «Номат». Субтитры создавал DimaTorzok чтобы кто-то и проскошнее был, но писатель он был не просто так. Обладатель этой книжки. Он лечил зубы в какой-то хорошей поликлинике, он обедал в ресторане «Дома литераторов». И он два и три раза в год мог воспользоваться таким шиком. Почему все-таки так оказалось? Все, что мы сейчас видим, это же во многом происходит из-за модного слова «рессентимент», на самом деле ностальгии по этому Советскому Союзу, который выглядел приблизительно вот так. Не было того процесса, аналогичного тому, который в послевоенной прошел Германии, например. У них была деноцификация, а десоветизации не было, декоммунизации не было. Поэтому большое количество людей выросло под какие-то рассказы бабушек и дедушек, как было хорошо, как все дружили. Опять же упомянутые мои любимые таксисты, особенно если они из окраинных каких-то республик. Вот я сказал окраинных, поймал себя на страшной имперскости этого выражения. Они очень любят. Причем мне кажется, что не то, что они так думают. Они все время говорят, как в СССР было хорошо. Когда все дружили, когда была семья народов. Они так говорят, чтобы понравиться московскому, то есть мне. московскому пассажиру. Они убеждены, что все россияне, москвичи в том числе, очень СССР любят. И они, чтобы поддержать приятный разговор, говорят, как в СССР было хорошо. Правда ведь? Я иногда говорю, ничего хорошего. И тогда он на некоторое время замолкает и начинает переваривать, что ему то, что сказал. А чего так? Ну я говорю, ну а что? Товарная нищета, очередь за любой фигней. Ну не знаю, вот говорят, а вот говорят, старшие говорят. Потому что эта ностальгия сейчас в основном болеет как раз младшие поколения. Но потому что сейчас плохо, а хорошо может быть только в прошлом. Это очень простая логика. Но она скорее принадлежит старшим людям, потому что те, кто сейчас в власти, пытаются реконструировать свое детство. Детство счастливое или несчастливое зависит не от государства, а исключительно от семьи. Правда? Я родился при Сталине, шесть лет жил при Сталине. Я свое детство вспоминаю как счастливое, потому что меня любили, потому что я ощущал полную защищенность. Я рос, себя помню где-то с 52-го года примерно. Те, кто хорошо знают историю советского периода, знают, что это были очень мрачные годы с этим государственным антисемитизмом, со всеми этими делами, когда выгоняли отовсюду с работы, а кого-то просто сажали, когда борьба с космополитизмом была. Это же был почти официально юдофобская политика, которая с невероятной готовностью, лёгкостью просочилась в нижние слои населения, которые эту тему подхватили просто как знамя. Я это хорошо помню, это двор, это коммуналка. Но я был любимым в семье и младшим. Тётки меня обожали и всячески баловали. Мое детство было счастливым, хотя вокруг жизнь была кошмарной. Но если бы я был бы чуть-чуть менее, я не знаю, как рефлексивен и образован, я бы тоже сказал, что это были самые счастливые годы для страны, потому что для меня они были счастливы. А что, действительно было хорошо? Отец прошёл фронт с первого до последнего дня, чудом все спаслись. Никого не посадили из них, кстати говоря. Ну там у отца были неприятности, как служебные, но это смешно по сравнению со всем, что вокруг происходило. И я мог бы, конечно, имел, что называется, полное право абсолютизировать, так сказать, ощущение своего детства. Я мог бы сказать, что так жила вся страна. Вам было шесть лет, когда умер Сталин. Это сознательный возраст. Ну, относительно. В том смысле, я помню этот день хорошо. Я болел ангеном, я выздоравливал. Я выздоравливал. И это очень важно, что я именно выздоравливал, потому что у меня на многие годы стало ассоциироваться событие само, то есть смерть тирана. Я тогда еще не знал, что он тиран. Но тем не менее, стал ассоциироваться с выздоровлением. Как в физическом, так и в таком нравственном смысле. Вот я под эту смерть, под разговоры об этой смерти я выздоравливал. Это очень важно. Но я помню вот что. Радио мне тогда с утра до вечера говорило, что Сталин отец. И я так это и воспринимал. Потому что я знал, что у меня есть отец, вообще-то говоря. Вот мой папа. Но так я всегда читал, что у меня типа два отца. Один из них умер. Отца, в смысле отца, я в те годы видел редко, потому что он где-то далеко и тяжело работал. Куда-то он двумя электричками ездил. Он уходил, когда я еще спал, а приходил, когда я уже спал. Я в детстве мало общался с отцом, но вот так в выходные как-то он со мной либо в зоопарк, либо зимой на саночках покататься. Вот так. А Сталин был отец. И я это воспринял как потерю отца, конечно. Он вам нравился? Вот портрет? Портрет нравился, конечно. 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 Это очень был красивый портрет. Мне очень нравилась эта симметрия усов. Однажды меня мама застала за очень страшным занятием, когда я в альбоме для рисования на многих, на многих-многих-многих-многих листах нарисовал усы, только усы, стремясь к симметрии. Симметрия по-разному. Получалось, я сегодня рисовал усы, раскрашивал их в разные цвета. По нынешним временам это была бы очень авангардная, так сказать, серия, понимаете? Вот, кстати, серия, значит, рисунков, где только усы, и все растут цвет. Много лет спустя я увидел альбом «Хакуса», я не помню сколько, 300, допустим, видов фудзи. У нее был такой альбом. Действительно, была изображена только одна гора фудзи, но в разное время, в суток, в разное время, года, в дожде, в снегу, при солнце и так далее. Вот у меня такие были усы. Кроме того, что он вам нравился внешне, какую вообще часть жизни Сталин занимал в вашей семье, в вашей квартире, какую-то занимал. Но, например, в этот день, я точно помню, в этот день, ну, тетки на кухне как-то так подвывали. Что касается моих родителей и вообще ближайших родственников, ну, тогда все очень тесно жили, не в одной квартире, но общались так почти каждый день. Был страх, был страх, что вот теперь его нет, и теперь черт знает, что вообще будет. Был 53-й год, и только потом стало известно, что это были упорные разговоры про депортацию еврейского населения куда-то в Сибирь или на Дальний Восток. Слухи были очень упорные, семейская фактура жизни вот на улице, во дворе, в магазине зашкаливала просто. Просто все в открытую все это говорили. мама рассказывала, там вот это самое Софья Иосифовна, вот этот аптекарш, она стояла, отпускала, в ней руки дрожали, потому что в очереди просто говорит, ну, она нас сейчас всех отравит. Вот мама мне потом даже тоже рассказывала, когда я уже стал более разумным и способным воспринимать информацию, что считалось вот в их среде, что Сталин единственный, кто сдерживает вот эту черную стихию. Потрясающе. Да. Что все это ужасно, но Сталин, или Сталин не знает, еще такая версия была, Сталин не знает. Он бы вмешался, конечно, он бы этого не допустил. И интересно, что имя Берии звучало, то есть ему приписывались всякие, значит, эти ужасы, и что говорили, он, к сожалению, влияет на самого. И плохо влияет, разумеется. Ну вот. Но при этом соседки, соседи, значит, одна из них, я просто помню, и меня это тоже изумило, почти не скрываясь, выражал радость по этому. Просто. Потом выяснилось, что у нее там один муж сгинул где-то в Норильске, а сын, а сын где-то на поселении, в общем, как бы ей было чему радоваться. Как быстро после того, как он умер, почувствовалось облегчение? Или ослабилось? Это хороший вопрос, потому что я ничего не понимал, так сказать, в окружающей жизни, но какое-то облегчение просто атмосферы, просто, вот просто какое-то... Такое? Да, да. Я это почувствовал довольно рано. Ну, может, через месяц. лица взрослых как-то 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 стали менее скованные. Просто я обнаружил, что какие-то мышцы лиц стали свободнее. Какое-то ощущение, что все стали двигаться как-то свободнее. Да? Да? Было такое. Потому что, конечно, было полное ощущение такой сказки, где Кощей вот так всех заморозил. Было ли ощущение у человека, живущего в Советском Союзе, что все республики, которые в нем были ну, как будто бы вот этими пятнадцатью добровольными сестрами, не были добровольными, не хотели в нем состоять и ненавидели это содружество? Да кто как? Кто-то из этого, понимаете, даже в таких, казалось бы, очевидных республиках, как республики Балтии, и там было полно этих самых коллаборантов. Кто-то из всего извлекал вылю. Но интеллигенции, но те, с кем я дружил в Таллине или в Вильнюсе, конечно, они были настроены против СССР, как и я. Вы знаете, я заметил, даже недавно, общаясь с грузинами в Грузии, они то ли из деликатности, но мне это очень нравится. Они про советское время говорят, при коммунистах было то-то, то-то и то. Они не говорят при русских, понимаете? И я это вообще-то высоко ценю, потому что действительно неправильно, хотя сейчас эта тенденция появилась, она мне очень не нравится. Появилась даже внутри нашего общества. Это наша национальная особенность, мы колонизаторы и имперцы. Что значит мы? Я нет. Вы нет. Это возможность или попытка или желание брать на себя ответственность за все, что произошло. Вы ее разделяете? Я разделяю, потому что она, если угодно, эгоистичная. Вообще человек, который много раз в день благодарит кого-нибудь и извиняется перед кем-то, ему от этого лучше. Он себе делает подарки. Я в этом абсолютно убежден. У нее самочувствие лучше. Я застал в детстве, когда было принято стыдиться вот таких формул вежливости. Ну, правда? А это шло, видимо, тоже от семьи. А ну-ка, тебе тетя Оля дала конфетку. Что надо сказать? Что надо сказать, тетя Оля? И ребенок, значит, его сковывался, потому что он не хотел этого говорить. Надо сказать спасибо. Что ты молчишь? Что надо сказать, тетя? Ты наступил на ногу дяди Володь. Что надо? Извини, с ним я. И понятно, что у ребенка, а в соответствии выросшего у ребенка тоже, к формулам вежливости было резко отрицательное отношение к чему-то такому, что тебя унижают. То есть извиниться, значит, унизиться, значит, поставить себя в зависимое положение. Улыбнуться – это значит, что ты либо боишься кого-то, либо тебе от кого-то что-то надо. Это до сих пор существует. Ну вот, это все оттуда. Это все оттуда. Но если это продлевать мысль, то вопрос соучастия в войне сегодняшней – это тоже такой вопрос, который ты сам для себя решаешь. Ты берешь эту вину на себя? Или ты говоришь… Мне кажется, в этих соучастиях, если вы имеете в виду такие душевные соучастия, а не буквальные, у этого соучастия есть много разных градаций и стадий, я не знаю, как это сказать. Кто-то активно, кто-то пассивно, кто-то соучаствует и даже говорит о чем-то. Не потому, что он в этом убежден, а от какого-то ужаса. Внутренний ужас. Очень трудно человеку внушить себе, что ты гражданин того государства, который ведет агрессивную войну. Это просто трудно. Но это же не равно поддержке этого государства? Или равно? Ну почти равно. Нет, некоторые от этого ужаса говорят вот эти противоположные вещи. Они говорят вещи, которым сами не верят. Понимаете? Вот что значит защищать родину на территорию другого государства? Вообще, что это в принципе значит логически? Ничего. Но нет. А насчет того, что если бы не мы сейчас, то через два дня американцы, это я слышу с детства, между прочим. По крайней мере, с юности. То же самое говорили, когда вторглись в Чехословакию. Это я помню. 68-й год, и меня какие-то самые глупые люди. Им тоже надо было вот это самооправдание. Что ты говоришь? Если бы вот сейчас, это же уже на границах стояли, уже вот сейчас, сейчас бы вот-вот, уже бы лучше мы, чем кто-то. Во-первых, почему лучше? Нет у вас ощущения такого хождения по кругу? Есть, но хождение по кругу не бывает, потому что это все-таки спираль, а не круг. Как понятно, что в истории событий, явления, не знаю, высказывания, идеи, они не повторяются буквально, они рифмуются. А рифма – это не повтор, а созвучие всего лишь. В какой момент вы ощутили свое еврейство, что быть евреем в СССР – это тяжелая ноша? Не сразу, и не от родителей, не в семье. Не от родителей? Не от родителей. Во дворе, конечно. Причем сразу в негативном контексте. Потому что тогда евреями обзывали друг друга. И тот мальчик, который меня так назвал, я обиделся и сказал, что сам ты. А потом я пересказал маме, она говорит, так мы евреи вообще-то, говорю, ты чего? Я говорю, да ладно. Ну да, вот как-то. Я уже читал, она мне дала прочитать, у нас стояла, у меня до сих пор стоит, четырехтомный Брагауз, малая, малая энциклопедия Брагауза и Франа. Она четырехтомная. Я все детство ее читал. Читал, рассматривал картинки. И она мне просто статью под названием «Евреи» дала прочитать. А это была дореволюционная и очень либеральная энциклопедия. И мне это как-то понравилось. А про то, что нельзя говорить, что у евреи такое было? Знаете, дело в том, что самому как-то не очень это хотелось сделать. Мама родом из Полтавы, и она оказалась в Харькове во время Голодомора. Да. Поэтому, скорее всего, она должна была понимать, что нынешняя власть, Сталин, и все люди вокруг него имеют к этому отношение. Или это не было в связке? Ну, во-первых, она тогда была подростка. Вообще, мои родители, они были довольно типичные комсомольцы 30-х годов. Они оба родились в черте оседлости. Они оба древолюционных годов. А, то есть тех евреев, которые благодарны были советской власти за освобождение. Совершенно верно. Это называлась революция, нам дала все. Они мне все время внушали. Вот ты хорош был бы при, значит, если бы не было бы, значит, советской власти. Но они, видимо, не знали, а я уже знал, что черту оседлости отменили не большевики, а временное правительство. Вот. Так что это не заслуга Ленина абсолютно. Какими были воспоминания мамы про голодомор? Ой. Значит, они жили в Харькове. Она была школьницей. Ну, во-первых, они гуляли, значит, по Харькову. Она видела на вокзальной площади просто трупы. Просто лежали. Не убранные. Значит, это деревенские люди, которые каким-то образом пробирались в город в надежде что-нибудь получить, выпросить. Но в городе тоже ничем-то не было. Но все-таки были карточки. Конечно, было не так страшно в Харькове как деревня, конечно. Но тоже, что называется, мало не казалось. Вот. Вот она помнит эту одну зиму, когда ее старшая сестра, которая погибла, значит, во время войны, устроилась на работу в какую-то макаронную фабрику. И платили им не деньгами, а вот этими самыми макаронами. Вся семья, то есть, значит, мама, две дочери, кто-то еще там, потому что деда уже не было, он уже, значит, он умер совсем давно. Они всю зиму ели эти макароны без всего, понятное дело. И так спаслись эту зиму, они, значит, спасли эти макароны. А эту историю про макаронную фабрику и про макароны мама мне рассказала в ответ на мой вопрос, почему она, когда готовит макароны, сама их не ест. Она их возненавидела просто на всю жизнь. Как они воспринимали это? Это как абстрактное стихийное бедствие было? Что именно? Голод 30-х годов в Украине. Понимаете, одни особенно другого не видели, но они, значит, что оба родители. Мой отец младший из шести, моя мама младшая из пяти. То есть, они все из многодетных, естественно, семей. Отец себя помнил всегда в Москве, а мама отлично помнила гражданскую войну. Она была хоть и маленькой, но гражданская война. Там вылазь менялась в этой Полтаве в среднем раз в месяц. И практически при каждой были погромы обязательств. На их улице жил писатель Короленко, с дочерьми, которого она как-то дружила. Они были там сверстники, они были очень как раз очень большие евреелюбы. Потому что у них елки были, значит, когда они со всей улицы детишек приглашали на эти елки. Им было неважно, евреи или не евреи. Все это было. Когда были погромы, то они там у себя в подвале прятали. Но только детей, конечно, потому что все бы не влезли. Вот. Она говорит, погромов не было только при... Вот это вот, отгадайте, прикол. при немцах. Потому что немцы 18-го года резко отличались от немцев 41-го года. И когда началась эта самая, значит, Вторая мировая война, то многие там из Харькова, из Киева, из той же полтора, пожилые люди не хотели уезжать. Потому что они верили немцам. Они говорят, ну мы их помним же, ну это культурный народ. Ну мы их помним в 18-м году. Они пресекали погром. Это был порядок. Потом, ну что, у нас языки похожи, мы как-то с ними договоримся. Ну вообще, культурный народ, Европа. Ну все сгинули, конечно. Так вот, две мамины тетки в Киеве, значит, они остались. Кому мы такие старые нужны? Вот. Куда мы? Ну пусть молодежь уезжает, а мы у нас тут это, мы наживали всю жизнь это имущество. Вот у нас тут пианино, у нас тут это, напольные часы, у нас тут подушки одеял. Вот. Кто-то же должен все это сберечь. А мама спаслась, получается, уехав? Она в 37-м году приехала, будучи студенткой, студенткой Харьковского какого-то там, забыл чего, инженеров транспорта, вот что, приехала в Москву на каникулы к своим родственникам, к московским. Кто-то из этих родственников, чтобы ее развлечь, повел к своим друзьям, которые жили у Никистских ворот, тоже в огромной коммуналке, в доме, который сейчас существует, дом 19-го века. Там жила семья моего отца, значит, его родители, сестры, и он. Тогда было принято и модно танцевать, и уметь танцевать. Они все время танцевали. Самое веселое время, 37-е годы, они беспривно танцевали. И туда мою, значит, юную провинциалку-маму привели просто в эту компанию. И ей очень понравился этот, говорит, невысокий, лысоватый, уже молодой человек, который так танцевал, что она его полюбила. Как вы можете это объяснить? В чудовищное время очень страшно. Ведь даже те, кого не арестовали, все равно боятся, что его арестуют. Я думаю, что это лихорадочное веселье. Оно действительно было. Это мы можем даже знать не по рассказам родителей, а по каким кинофильмам Александровским того времени. В принципе, было лихорадочное, слегка истерическое веселье. Волга-Волга, вспомните. Волга-Волга – это все-таки пропагандистский фильм. Неважно. Но дело в том, что этот пропагандистский фильм делали реально очень талантливые люди. Сейчас любой пропагандистский фильм – это говно, так сказать, полное. Полное и безнадежное. Понимаете? Потому что они ни во что в это не верят. Но тогда эту музыку сочинял Дунаевский, который абсолютно в это дело верил. Конечно. Конечно. И он был невозможно талантливый человек. Но вспомните эти все «Капитана Гранд». Да? Это очень мощная музыка. Его, конечно, многие потом его обвиняли, упрекали в том, что он так работал на режиме. А когда веришь, ты не так и стыдно? Слушайте, ну, я не знаю. Понимаете, есть такая формула, она, конечно, всегда звучит. Очень жалко. Такое время было. Да? Но я не сторонник вот такой формулы, но в данном случае да, такое было время. Дунаевский был просто очень талантливым композитором. Александров его упрекали в том, что он пер много в своей музыке отовсюду. Из всяких западных, голливудских, в основном, всяких образцов. Это, наверное, так и было. Но талантливый человек ведь и предталантливый, правда? Он же все равно хорошие вещи сочинял. Считалось, что его друг режиссер Александров, который все время ездил куда-то, то в Голливуд, то еще, он был абсолютно как бы выездной. Он ему просто чемоданы привозил этих пластиночек с латиноамериканской всякой модной музыкой. Он, наверное, конечно, что-то и чем-то, я бы сказал, вдохновлялся. В какой момент вы про себя решили, что вот вы будете писателем? Точно не в детстве. Нет, у меня есть даже один рассказ про то, как я хотел быть писателем, но лет в 12-13. Рассказ назывался «Скелет писателя». Я там написал, что я очень хотел быть писателем, и в писательстве меня интересовала прежде всего внешняя сторона дела. Мне писательский быт очень нравился, что вот можно сидеть в таком плотном свитере за столом, чернильный прибор, слева топка бумаги формата А4, справа такая же, но исписанная моим, значит, кошмарным почерком, вот, что можно смотреть время от времени в окно, потом мне обедать позовут, в общем, как-то все. Но там еще было сказать, но пуще всего манил, я даже наизусть помню, манила неоспоримая индульгенция, выраженная словами «Не пишется мне сегодня что-то». Потому что это же не то, что контрольные по алгебре, где что-то мне сегодня не решается, это как-то не прокатит такая штука. А писать-то я начал все-таки уже поздно, но стихи я стал писать уже в студенческие годы, потому что все люди пишут и стихи обычно с детства пишут, а я нет. Читать-читал стихи, у меня был старший брат, старший брат, на 9 лет меня старше, такой шестидесятник из поколения стиля. Он был этот самый инженерно-технический человек, но в их поколении было модно и принято знать стихи, а также джазовую музыку, а также абстрактные картины. В общем, они всем этим увлекались, потому что они были современные, потому что 60-е годы. Вот. И действительно было очень важно интересоваться поэзией. Тогда просто познакомиться с девушкой было нереально, если ты не мог процитировать либо из Блока, либо из Евтушева. После того, как умер Сталин, и чуть-чуть стало легче дышать, в какой момент вы для себя понимаете, что все то, что говорят из радиоприемника, скорее всего, не совсем правда? Мне повезло вот в каком отношении. У меня был старший брат. Поскольку я поздний, и родителей всегда воспринимал как старых людей, и неинтересных в этом смысле. Мой старший брат был как бы из поколения взрослых, но молодой. Хоть он и брат, но я его воспринимал как, я не знаю, как младшего родителя. В 54-м году он уже, значит, студентом стал. Мы ровно один... Нет, в 55-м все-таки, потому что в 54-м году мы с ним один год вместе учились в школе. Я в первом, а в десятом. Это для меня тоже было важно, потому что все мальчишки в школе знали, что вот у этого есть ошибка в десятом классе. Это была большая охранная грамота. И он, конечно, как-то на меня влиял, как-то меня просвещал. Я же, значит, в семье был самым маленьким. До сравнения недавнего времени тетки, которые меня обожали, и баловали, называли меня наидишь мизинок. Понимаешь, что это такое? Мизинок, маленький, мизинчик. Бабушка, которая из Полтавской губернии, она говорит... Вообще, идиишь был ее родной язык. Но иногда она переходила на украинский и использовала какие-то еврейские слова. Когда она была мной сильно недовольна, она говорила готыню, готыню. Ну, шо за дытына такая? Это еврейско-немецкая готс, но с украинским звательным падежом. А так меня ругала наидишь и шлемазал, когда я маленьким резиновым мячиком попадал ровно в кастрюлю с борщами. Как вам это удавалось? Нет, случайно, конечно. Потому что шлемазал, но потому что всем бы это не удалось. И брызги во все стороны. Да, так вот, значит, мизинок, мизинок. И были двоюродные братья, было их тоже много. Все были относительные ровесники, плюс-минус три там года, между собой. Все были довоенные, только я послевоенный. И я был, конечно, я очень поздно об этом, так сказать, узнал, мама мне это сначала как-то не говорила, щадя мою, значит, чувствительность. Мое рождение было прямым следствием запрета на аборт. Потому что совершенно было после войны не до детей. Жили тесно, ужасно, жили бедно. Отец только что с фронта вернулся. И тут мама, значит, узнала, что она беременна, и что делать, какой ужас. И собиралась, собиралась, и копила деньги для какого-то подпольного этого самого. Но не случилось. И она потом, говорит, плакала, ну, черт с ним, пусть я уже рожу. Ну, уж хотя бы, девочка, она хотела. А почему девочка лучше? Ну, потому что кругом мальчишки, не знаю, ну, как-то девочка, хотелось очень девочка. Но родилась не девочка, родился я, четыре с половиной килограмма. У вас было послевоенное детство, помните ли вы милитаризацию своих ровесников, жизни вокруг? Она не милитаризация, она просто милитарность. Да, я понимаю, что вы говорите, конечно, помню. Конечно, помню. Поэтому, вот, кстати говоря, советские лидеры того поколения, да, поколения моих родителей, они были чуть-чуть в этом смысле более ответственны, потому что они, в общем, так или иначе, если не воевали, то уж точно при этом жили. А нынешние лидеры вашего поколения, так они недовоевали, получается? Ну, они недовоевали. Или им родители не внушили, что война, это страшно. Но я просто помню, что мы, дети, мальчики, все время приставали к папаше, ну, расскажи, что они, да, отстань, ничего там интересного. А если и вспоминали, я помню, к отцу приезжали, он на Ленинградский фронт, Ленинградский фронт, значит, где меньше гибли от снарядов, чем от голода и кровавого поноса. Значит, это сплошные дизентерии и дистрофии. Просто где-то есть одна фотография отца с фронтой, ужас какой-то. А он был офицером, миропадщик, капитан. Вернулся майором с фронта. Вспоминаю, значит, 9 мая не был праздничным днем абсолютно, это известно. До Брежнева. До Брежнева, до 65-го года. Это не был, значит, праздничный день. Это был день фронтовиков, они собирались. Только те, кто воевал. Это был праздник исключительно людей, побывавших на фронте. Больше ничей. И я помню, что у нас как-то пару раз какие-то отцовские однополчане, однополчанки, я помню, какую-то мощных объемов женщину с золотыми зубами и с аккордеоном. Это Шура. И какие-то дядьки тоже там были. И я сидел, тоже с ним, тоже ожидал каких-то, значит, воспоминаний. Если вспоминания и были, то только смешные. Они вспоминали только смешное. Или вообще ничего, или смешное. Жутко хохотали, значит, что какой-то там ихний, какой-то незадачливый Костя какой-то, как его взрывной волной забросило в навозную кучу. Это обстоятельство его спасло, во-первых. Как они хохотали, как это смешно было. Понимаете? Только смешное вспоминание. Так в какой момент показал, вы поняли, что не все так, как говорится по радио? Ну, я думаю, под влиянием вот этих старших моих. Не родители, нет, не родители. Родители мои были, родители образцовые, советские люди. Они не были. Мой отец никогда не был никаким функционером. Он был, разумеется, партийный. Партийный, потому что он был на войне, потому что он был офицером. Иначе быть не могло. А мама? Это правда. Мама не знаю. Мама, понимаете, мама была более практическим человеком, потому что отец просто верил, а мама, например, в очередях стояла. Поэтому у меня немножко к жизни было другое отношение. Нет, с мамой мне было легче договориться. Отец был очень упертый. И мы иногда ругались просто вот так вот. Ну, особенно, когда я в подростковые вошел годы. А вообще, я таким вполне сознательным антисоветчиком стал примерно в 15 или в 16 лет. И как они это восприняли? Родители? Ну, я, во-первых, не очень с ними на эти темы. Нет, ну, с отцом я ругался иногда. Ну, как восприняли? Они восприняли, как любые советские люди, что на меня кто-то дурно влияет. Собственно. Сам я, конечно, дотумкать ни до чего не мог, потому что кто-то влияет. Отец говорил ему, с кем ты там общаешься? Ну, в общем, они были правы, потому что, конечно же, конечно же, кто-то давал книжки читать, кто-то давал сам из даты читать, кто-то вел эти разговоры, когда наступил 68-й год, это было окончательное, как сказать, окончательное оформление моего мировоззрения. Я имею в виду Прагу и Танки. Потому что, если до этого какие-то у меня были сомнения насчет правильного социализма, были, были у нас. Более того, когда началась Пражская весна, то многие, особенно которые постарше, значит, интеллигентные ребята, они восприняли и даже, представьте себе, стали вступать в партию. Потому что Пражская весна, ее же, если вы помните, делали коммунисты. Это была идея обновленного, тогда появилось словосочетание социализм с человеческим лицом. Тогда появилось. Потом оно стало пародийным таким и издевательским. Но очень многие в это поверили, что вот можно делать реформы, значит, в рамках социализма. А многие тогда говорили, вот это знаменитое, не все так однозначно. Ну, конечно. Ну, это вечная такая формула, но, конечно, не все однозначно. И вот когда вот эти советские танки в Праге, это для меня было вот это все-таки бум и все. Никаких человеческих лиц у социализма быть не может, сказал я себе. И с тех пор мое, что-то это мнение не менялось. А вы понимали, что поставить крест на вашей карьере? Я не делал карьеру. Ну, ну да, я учился в институте, закончил его, и уже на старшем где-то курсе я пошел служить в библиотеку, в которой я 20 лет и присидел. Я не делал карьеру совершенно сознанно. Для того, чтобы никому не быть благодарным, ничем не быть связанным. Понимаете, в то время любая гуманитарная деятельность, она была сопряжена с враньем бесконечно. Я же закончил пединститут, а в школу не пошел, ни одного дня не работал. А почему, кстати? Ну, потому что я знал, что должен делать учитель литературы. Врать без природы. Я уж не говорю про учителя истории. Тогда язык людей и язык власти отличались друг от друга? Да. Это были вообще разные миры? Были разные миры, действительно. Были как бы проводники, какие-то низовые комсомольские или партийные организации, которые вроде бы, ну, были как бы свои, то есть они были там, не знаю, однокурсники, да? Или в одном, в общежитии жили. Но они проводили вот эту линию партии, они иногда говорили на суконном этом самом языке. Чем выше человек в этой партийной карьере поднимался, тем в большую такую заоблачную абстракцию речевую он, значит, впадал. Вообще, быть партийным работником, это, конечно, не просто так. Да, надо научиться. А комсоргом? Это промежуток, это гибридная фигура. Он все-таки мог, он мог в общежитии вместе, значит, с ребятами там в комнате и бухнуть, и все там, это самое. Комсоргом могла быть девушка там, за которой хожу кучу народов. Комсорг, это все-таки такая еще фигура никак не зловещая. Многие не хотели, а их выбирали. Вы могли жить в своем антисоветском мире, не соприкасаясь с государственной системой вообще никогда? Совсем нет, конечно, невозможно, ну, конечно. Ну, во-первых, учеба, во-первых, учеба, а там дисциплина общественно-политическая. И меня даже восхищали эти преподаватели, они же, они лекции читали. Абсолютно было непонятно, о чем они говорят. Я серьезно говорю, как будто на иностранном языке. Ну, как-то вы шли на компромисс, вы все равно сдавали? Сдавал, 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 конечно. Я сочувствовал диссидентству, диссидентом не был при этом. Потом уже где-то в 70-е годы появились знакомые там, я думаю, правозащитники. Вот, с ними я водил дружбу и приятельство. И я, конечно, ну, а вдруг там чего-то, вот это КГБ узнает меня там, в общем, да. Я тогда не думал о том, что в те годы КГБ на меня было абсолютно наплевать. Потому что они были серьезными ребятами заняты тогда. Вот, потом меня это, как бы, эта тема вообще как-то отпустила. А где-то к середине 80-х, когда это стало реальностью. Когда КГБ расправилась буквально, ну, в общем, расправилась с настоящим инакомыслием. Каких-то настоящих диссидентов кого-то посадили, кого-то заставили уехать. Вот Андропов, вот Андроповская вот эта вот, значит, период. И они, как я понял, в общем-то, уже от нечего делать, они к моему ближайшему кругу вплотную предвинулись. Например, их тогда очень интересовали, скажем, наши публикации где-то, так называемый там издат. А мы все публиковались где-то. Их даже интересовали не столько сами тексты, сколько каналы попадания туда. они там могли вести беседу и причем все более-менее знали, это была уже такая договоренность. Я даже знал человека, который на эти темы читал лекции, как вести себя вот в этих случаях, значит, когда тебя допрашивают, требовать записи в протокол и так далее. Там были какие-то приемы, все знали об этом. Главное, чтобы то, что он говорит, попадало в протокол, потому что когда он был скован протоколом, он, по идее, знал, чего он не имеет права, какие вопросы задавать. И ты мог не подписать этот протокол, если там не было его вопросов, а были только твои ответы. Потому что они под твои ответы могли любой вопрос подверстать. Запомните, кстати. Не кажется ли вам, что это все-таки рифмуется с тем, что сейчас? Очень рифмуется. Но я рад, что люди моего круга и моего поколения за те годы все-таки, что называется, иммунитет какой-то приобрели. А почему люди вашего поколения и вашего круга не сумели передать этот опыт тем, кто помладше и чему-то научить такому, Мне кажется, что я передаю. У меня было несколько... Ну вот я сейчас передаю. Чужой опыт, разумеется, он чужой и никому ничем помочь не может, но вдруг поможет. Это просто как мы жили и как мы взаимодействовали с социумом, и как мы взаимодействовали с государством. вернее, скорее, как мы старались не взаимодействовать с государством, но они всегда получали. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну вот посмотрите на эти лица. Я тут, прямо скажем, из всех знаю, там может быть троих. Вон Лахмадурин, это мы знаем. Ну вот все. Это Бергольц. Где? Вот. Ну хорошо, допустим. Нет, здесь я еще... Вот Иракли Андронникова. Андронникова, да, тоже знаю. Ну вот так они тут жили, понимаете? Вот по этой лице. Шикарно они жили, смотрите, поднимались, тут по лестнице. Я забыл, где, но где-то еще стоял бильярд. Вот они все, бильярд. Да вы что? Если бы еще тогда курить можно было. Курили. Тогда везде было можно. Вот в той старикой. Конечно. Это... В комнатах курили. И курили, и долго жили. И ничего не мешало. Да. Вы не уезжали, не собирались никуда уезжать. Вы не выходили. В моей среде очень многие уезжали. Но вы-то не уезжали? Это было почти так же, как сейчас. Нет, ну в общем, не в таком масштабе, конечно, но это, в общем, было серьезно. В нашем окружении это прямо, прямо уезжали, уезжали, уезжали. В каждой кампании это обсуждалось, эта проблема. Она была важной проблемой. Вы тебе говорили, я остаюсь и всю свою жизнь проживу вот так при советской власти. Да. Да. И вы были готовы на это? Я был готов, потому что все было хорошо, потому что у меня был дружественный круг, потому что у меня было куда пойти, потому что у меня было кого читать и для кого писать. Понимаете? Никакой ущербности не было. Мне никогда не интересовали и нас, и каждого из нас. Никогда не интересовали какие-то там тысячные тиражи, которые потом все равно возникли. Понимаете? Но мы к этому не были готовы. Я не знаю ни одного человека, который бы... Если он кто-нибудь вам скажет, что я знал в 18-м году, что будет перестройка, не верьте. Никто не знал. Хорошо, а в 83-м? Никто не знал. А? А в 83-м? Тоже нет. Конечно. Конечно. Мы будущее конструировали таким образом. Будут сажать, не будут сажать. Больше нас ничего. Вот сейчас уйдет, значит, сейчас помрет в иной мир уйдет там какой-нибудь Брежнев, и хрен знает, кто там появится. Может, какой-нибудь второй Сталин. Вот тогда. А о том, что, например, через несколько, сколько-то лет вообще советской власти вообще не будет, понимаете, никто не мог предположить. Никто. Она могла быть мягче, она могла быть жестче, понимаете, но она как бы планировалась навсегда. Какой, вы помните, максимальную точку удаления советской власти от советских людей? Понимаете, это очень размытое понятие. Советские люди, идейно советские люди, это одна история. А советскими людьми мы были все, потому что мы жили в СССР, у нас были советские паспорта. Понимаете, у этого слова много значений. Я помню разговор с ментом одним, который случайно меня с моим покойным другом, художником Никитой Алексеевым, просто на улице нас захомутали, потому что Никита ходил в солдатской шинели, значит, до пола, хиповал, а я просто с длинными кудрями. И нас, как хиппи, значит, прихватили. И мы целый вечер провели в какой-то этой самой каталажке. Потом нас выпустили, и, возвращая паспорт, там, значит, мент мне сказал, типа, ты не должен на нас обижаться. Я говорю, а что это мне на вас не обижаться, если меня целый вечер продержали, значит, ну, ты же советский человек. Я его протягиваю к паспорту, я говорю, я говорю, в общем, да. Он говорит, нет, я в другом смысле, я говорю, а я в этом. А в другом я, может быть, не советский. Он имел в виду, значит, я советский человек, то есть, значит, сознательный человек, который не возражает, чтобы его арестовывали на улице. В его понятии советский человек это вот этот, понимаете? Но был ли этот момент, когда власть жила в одну сторону, а люди все понимали про нее и жили свою жизнь? Я думаю, к концу, да, к 80-м, я думаю, уже да, уже да. Уже к середине 80-х годов все достаточно открыто ржали над всем этим делом. То есть, это, по этому моменту, осмеются? Анекдоты и частушки были всегда, и всегда были очень жесткими. Это была фольклорная реакция на окружающих. Сейчас это мемы, допустим, называются, да, или как-то. Ну, в общем, роль та же самая. Какая-то вербальная или визуальная реакция на события, мгновенная реакция. Тогда было три фольклорных жанра, значит, это анекдот, частушка. Обижается народ, мало партия дает. Ответ. Наша партия не блять, чтобы каждому давать. Такие были шутки. Или вот это я хорошо помню. Где-то уже в начале 80-х годов, причем, чем меньше становилось продуктов, значит, вообще, и товаров широкого потребления, тем больше было такой пропагандистской туфты. На каком-то пленуме там очередном, начало 80-х, появилась такая странная вещь, как продовольственная программа, про которую сразу я, например, сразу сказал, что в этой стране продовольствия решили заменить продовольственные программы. Это действительно, это буквально так и было. И плакаты про продовольственную программу висели повсюду, понимаете, в том числе в магазинах пустых, значит, продуктов не было, а продовольственная программа была. Это было удивительное время, когда, собственно, и расцвело такое художественное явление, как соцарт, которое работало с пустыми идеологическими знаками, которые чем дальше, тем все больше и больше становились пустыми. Потому что, когда начиналась вся эта партийная пропаганда, эти знаки, что-то там еще такое, там теплилась какая-то жизнь. Но для человека художественного, окруженного знаками, он не мог на это не реагировать. Значит, задача художника была этот знак использовать таким образом, чтобы его наполнить другим содержанием, не тем, которое там предполагалось изначально, а именно художественным содержанием. Так появился соцсор, где фигурировали знаки, символы, эмблемы вот этой советской идеологии. Это была дистанция, конечно, да, но это было отдаление, но потому что были разные художественные стратегии у всего этого, у всего этого, у всей этой области, которая называлась неофициальным искусством, это не была такая единая и гомогенная среда. Вот, например, моя хорошая знакомая и, в общем, вполне мной глубоко уважаемая человек, поэтесса Ольга Седокова, которую я очень люблю и уважаю, она относилась к другой ветве, значит, этого неофициального искусства. Там была, что называется, диктатура культуры, я бы так определил, значит, мы должны быть их культурнее, потому что вот они что-то не знают, а мы должны все знать. Вот это такая была идея. В общем, в каком-то смысле башни из слоновой кости, они невежественны, вот, а мы знаем. Это такая была идея. Вот это был способ дистанции такой. То концептуализм, который я имел удовольствие и честь, значит, принадлежать и стоять. Основать, я бы сказала. Ну, да, его вообще на самом деле никто не основывал, так уж если бы. Просто были люди, которые узнали друг друга и вот так вот решили, что они друг друга любят. Это философ Борис Гройс, дай ему Бог доброго здоровья. Он когда-то приехал из Питера, с нами со всеми познакомился, почитал, посмотрел картинки и всех объединил, значит, в эту среду. Назвал московский романтический концептуализм. У него была статья такая важная, которая была опубликована в ленинградском, в самоиздатском журнале 37. Вот. И тогда мы узнали о том, что мы концептуалисты, и жить стало мягче. Стратегия концептуалистов и соцартистов, что, в общем, это как бы явление рядышком, да, это как бы не бегство от реальности, это ее использование. Для меня было важно использовать обиходную речь, обрывки каких-то, какой-то литературы из школьной программы, какой-то вот этого всего, вот этот мусор. И для концептуализма, и для соцарта очень важна категория шума. Шумом было все. Вот эта вот советская пропагандистская машина, советская литература. И вот эта вся фигня. Потому что была советская идеология, была советская политика, а еще ведь был советский быт, а еще было советское искусство. Я лично, и многие из нас очень как-то близко к сердцу восприняли очень важное высказывание Андрея Синерского, если вы помните, кто-то сказал, что его разногласия с советской власти исключительно стилистически. В общем, это очень точно. Наши тоже. Потому что для меня вот все, что маркировало словом советское, это был синоним убожества и провинциализма. А вот, кстати, вы следите за языком? Ведь нынешний язык российской власти, он, мне кажется, очень интересный. А язык власти, конечно, жу. Ну, да, преодолевать, как тот же упомянутый Пастерна, как превозмогая обожание. Вот у меня такая строчка. А из чего этот язык варится? Это язык, который не похож на тот, которым говорила советское государство? Нет, не похож. Он, к сожалению, больше похож на человеческий язык. Понимаете? Государство говорило на абсолютно марсианском языке. Советское? Да. Которое никто не понимал, включая их самих. Потому что эти доклады писали эксперты. Часть из них была, значит, из научных институтов, между прочим. То, что Брежнев читал, бубнило. Понятно, что это никто не слушал, но там были какие-то куски, которые сочинил, допустим, институт Азии и Африки. Какие-то куски сочинил институт США и Канады. В ЦК сидел огромный отдел, который каждую букву там проверял. Поэтому там же никто никогда не говорил от себя. Все только читали. На чем строился феномен Горбачева, значит, все началось с удивления. Потому что, когда появился Горбачев, еще он ничего такого особенно интересного не говорил. Но люди говорят, вы слышали, вы видели, что такое, в программе «Время». Стоял, вокруг него люди, а он без бумажки что-то говорил. Это была абсолютная фантастика. Не говорил он ничего особенного. Просто без бумажки. Конечно, они говорили на абсолютно выморочном языке. И иногда мне тогда еще показалось, что какая-то была такая диверсия именно со стороны института Азии и Африки. Потому что, говоря о Китае, Брежнев вдруг произнес то, что я понял, что он просто, видимо, вспотел даже изнутри. Потому что он сказал «Велико-ханьский гегемонизм». Представляете, что Брежнев произнес такое словосочетательное? В Китае есть хань, которая считается государствообразующей. «Велико-ханьский гегемонизм». Это ясно, значит, это какие-то из институтов. Внедрили, АЦК просмотрело. И он просто, я видел, как напряглись все его лицевые мышцы и этот артикуляционный аппарат. А у этих? У этих. Этин заговорили своими голосами. Лучше бы они этого не делали. Лучше бы они читали. Ну, правда. Вот. Но вот такую развею Малинова в такой вот политический дискурс, значит, вообще-то внес Жириновский, конечно. Он, безусловно, пионер и родоначальник вот этого дискурса, вот этого бараночного. Он говорил публично, будучи политическим деятелем, он говорил публично так, как вот те же таксисты могут говорить. Или соседка, значит, по коммунальной квартире. Так вообще многие разговаривали. Понимаете? Так можно было, такое можно было услышать в очереди, можно было... Такое народное, коллективное, бессознательное. можно за деньги изнасиловать черепаху. Ну, про то, что там в Европе, в этой гейропе, что там совсем, значит, нравы совсем упали. Представляете себе, вот я узнал, что там есть такие заведения, где можно в качестве сексуального партнера иметь черепаху. Мне хотелось ее спросить, а ежиху, например? Я читаю, например, телеграм-канал бывшего президента Дмитрия Медведева. Ой, да. И это такой очень богатый русский язык, скажем так. Я почему-то уверен, вот я какой-то, у меня нет никаких доказательств, что это не он пишет. Он нанял кого-то. Нанял кого-то. Вы можете это отстраненно оценить с точки зрения того, как это написано? Не что, а как? Ну, это не как. Понимаете, это тут же у любого высказывания в центре тяжести находится не сам текст, а контекст. То есть, кто, когда, по какому поводу, кого я имею в качестве адресата, по какой причине. А все, что сказано, это десятое дело. Они еще эти стихи пишут. Мне попало стихотворение депутата Миронова когда-то. Но это такое уже урдиментарно. Это почему-то считается, что интеллигентный человек дал должность стихи. Стихи очень мобильные, очень емкая форма высказывания. Этот жанр оказался вдруг востребован именно как жанр такой актуальный. Важны были стихи в десятые, двадцатые годы двадцатого века. Как мы знаем, начиная с Серебряного века и дальше. И двадцатые дальше годы. В тридцатые годы стихи стали выморочными. Выморочным жанром они существовали в качестве текстов песен для кинофильмов. Не спи, вставай, кудрявая. Или были какие-то совсем выморочные стихи, которые никто никогда не читал и не запоминал, которые в газетах печатали к праздникам. Такие были особенные поэты. Михалков этим славился, кстати говоря. Ну вот. Хотя он был небездарный человек. В шестьдесятые годы был большой взлет поэзии, которая за неимением таких социально-культурных институций, как публицистика, как проповедь, как философское высказание. Этого ничего не было. Вдруг поэзия на себя взяла роль всего этого. Поэтому стадионы... Кстати, до сих пор какие-то вспоминают. Вот в шестьдесятые годы поэты собирали стадион. И я, потому что я относительно недавно увидел очень смешную какую-то картинку, такую карикатурку, не помню, кто ее написал. Там на полу, на полу какого-то, на паркете сидит какая-то группа людей. Там из них два бородатых мужчины, одна женщина в крупных бусах, значит, какие-то... И они из этого, из лего что-то такое... А картинка называлась поэты, собирают стадионы. Да, да, да. Вот. Вообще, мне понравилось. Так что сейчас стадионов, конечно, не собирают, но... Лайки в Фейсбуке собирают. Да, да. Вдруг это важной оказалось социальной институцией. Потому что это высказывание в основном короткое, высказывание в основном эмоциональное. Поскольку это стихи, значит, еще к тому же и пневмонический эффект. Потому что, ну, потому что он не зариснулся. Но, насколько я знаю, вы в 2022 году не стали писать стихи? Вообще перестали? Да, почему-то вот для меня, как для поэтического автора, вот эта ситуация не оказалась плодотворной. Это странно. Я пишу эссе, колонки, много, и много в разные издания. А стихов нет. А почему? А я не знаю. Ну, и темперамент другой. Почему еще раз, значит, упомянул Пастернака, почему во время той войны он написал всего два-три стихотворения и не самых прям своих лоджих. А такие стихи, значит, писал Исаковский и Симонов. И Симонов, да. Вопрос темперамента. А читаете вы то, что пишут? Да, иногда. Ну, во-первых, это среди них есть друзья просто. А что из этого останется? А это я не знаю. Это вообще совершенно не проблема современников. Я очень не люблю вот эти разговоры о будущем. Мы этого не знаем, знать не можем. Но мы живем здесь и теперь. То, что нам нравится, то, что нас трогает, вот это нас и трогает. А думать о том, что с этим текстом будет через 20 лет, а зачем? Когда в конце 80-х все изменилось, какое это было ощущение? Что стало с языком, с речью? Что стало с людьми? Понимаете, мне кажется, тогда с языком и с речью ничего не изменилось, а только стало продолжаться и открылось. Это было важно. Это раковина, открылись все, понимаете? Мне кажется, язык еще продолжал. По крайней мере, в нашем случае язык государства, язык официальный, он стал меняться. Но он стал меняться чуть-чуть в нашу сторону. То есть он заговорил вообще-то языком правозащиты. А наш язык, наш округ, он не менялся, он уже был. Он уже был, понимаете? Вы почувствовали тогда какую-то общность со страной или вы продолжали жить отдельно? Нет, это для меня важный вопрос. Я почувствовал общность со страной и могу точно сказать, что примерно начиная с 91-го по примерно 93-й, недолго, когда я мог без всяких оговорок сказать, моя страна, а даже мое государство. Потому что я голосовал, вот, и те, за кого я голосовал, проходили, значит. И да, это было очень недолго, было мое государство. А что потом случилось? То, что случилось. Ну, в 93-м случился расстрел Белого дома? Да, это было важно, это было неприятное событие. Оно было неизбежное, и я, конечно, тогда был на стороне Явеца, безусловно. Сейчас передумали? Нет. То есть вы считаете, что все равно стрелять по... Нет, я не знаю, что надо было, чего не надо было. Понимаете, я тогда, как сейчас говорят, центры принятия решений, я к ним не был близок, к этим центрам, как, впрочем, и сейчас. Я не знаю, что надо было, но мне было неприятно. Потому что, когда я ехал тогда, как я знаю, в метро, или ходил по улицам, а на встречу мне шел человек, и мне не было понятно, где он был вчера. Понимаешь, что я имею в виду? Да. Потому что этого не было в августе 91-го года. Этого не было. Мне казалось, что все заодно. Это тоже иллюзия была, я понимаю. Но ощущение было, что мы все здесь. В 70-е, в 80-е и в 90-е живет, в общем, более-менее, плюс-минус, одно поколение людей. Да. А меняется только власть? Да. Но кажется, что меняются и люди. Сначала в одну сторону, а потом в другую сторону. Насчет люди, даже не люди, качество толпы, я бы так сказал, меняется. Как это происходит? Не знаю. Это для меня большая загадка. Недавно мы с каким-то моим тоже другом, коллегой, какой-то ролик по, значит, 91-й год зима. Какая-то почти миллионная демонстрация в защиту Литвы. Вот. В Москве. Литвы. Защита. И он меня спрашивает, а где все эти люди? Где? Сейчас тоже можно, может, какую-нибудь увидеть толпу на красной площади, но там уже как бы совсем другие люди, про другое. Вот эти все, где? Ощущение же было, что вся Москва тогда вышла. И я всегда вспоминаю этот ролик и всегда его как бы внутренне выдвигаю, как аргумент против тотального обвинения россиян в этом имперстве. Понимаете? Ну, какое имперство, если однажды, ну, хотя бы однажды, да, пол Москвы вышла в защиту Литвы. Получается, что государство меняет человека? Я не знаю. Я об этом думаю, я не хочу выдумывать, я этого не знаю. Но это очень интересно, да. Что происходит вообще? Вот именно даже не с людьми отдельными, а вот с людскими, скажем, потоками, с людскими движениями, с людскими толпами. Почему в какой-то момент может собраться толпа людей за свободу, да? А в какой-то момент за свободу собирается 25 человек. Когда вы почувствовали, что сейчас время опять меняется, этот маятник опять качается в другую сторону, стало появляться больше страха, стало появляться напряжение в лицах, о котором вы сказали, что оно было. Вы не помните начало, самое начало романа Тынянова «Смерть Вазир Мухтара»? Это роман о Грибоедове. Да. О его гибели. Да. Это очень хороший роман. Он начинался таким вводным этим самым. Холодные дни декабря 25-го года из улицы площадей Петербурга исчезли молодые люди с подпрыгивающими походками. Люди удивительной немоты появились вокруг. Понятно, он говорил, что после декабря, после этого стояния изменилась людская толпа в городе. Причем он-то свидетелем этого не было. Он это сконструировал, будучи гениальным историком и, так сказать, понимая все это. И, видимо, он говорил не только о 25-м декабря этого самого соответствующего года. он же человек 20-х годов, так в общем-то. То есть люди, лица удивительные, немоты. Вот молодые люди с подпрыгивающими походками, для меня это как раз поколение моего старшего брата. Это были молодые люди с подпрыгивающими походками. Веселые такие, веселые, с ожиданием свободы. послесталинские эти люди, они были очень живые, веселые и креативные. Хотя я потом с ним стал спорить, я потом стал не любить шестидесятников. Но, опять же, из эстетических соображений они стали, что называется, мешать становлению моего радикально авангардистского сознания. Когда исчезли люди с подпрыгивающими походками вот с улиц Москвы сегодняшней? Ну, наверное, все-таки после 2014 года. Вам страшно сейчас? Черт, я знаю. С вами разговаривать не страшно. А жить? Ну, почему-то нет. За страну страшно, да. Потому что, понимаете, не страшно. Я не знаю, как это определить ощущение. В высочайшей степени неопределенности. Понятно, что она всегда существует, и любой человек смертен, и, как Булгаков говорил, иногда внезапно смертен. Но такого, чтобы от нас вообще уплывал горизонт все время. Все время ощущение пола, который из-под тебя уходит. А вы знаете, что вы оказались предвестником Твиттера со своими карточками? Ну, я это подозревал. Я про это расскажу такой, что называется, анекдот. Анекдот в старом смысле этого слова, как забавную историю. Начало 90-х, допустим, второй год, я общаюсь со студентами Гумбольского университета в Берлине, куда меня пригласил мой друг, профессор этого университета. Общение проходит по-русски, потому что они все словистые, все вроде худо-бедно понимают и говорят. Ну что-то я им почитал, потом всякие вопросы, ответы. Я еще раз напоминаю, что это был 90-й примерно старый год. Значит, вопросы разные, умнее и глупее. Одна девочка с виду совсем прям школьница, и поскольку совсем без акцента, из чего я заключил, что она и вовсе русская. Она говорит, скажите, а как на вашу поэтику повлиял интернет, спросила она. И те, кто ребята постарше, даже захихикали, поняв некоторую нелепость ее вопроса, для нее интернет, это, видимо, дело уже было вполне такое, как забылина, еще привычное. Я решил отшутиться и сказал, на меня интернет никак не повлиял, это я на него повлиял, сказал мне. Потом понял, что в этой шутке есть некоторое, так сказать. Ну, шутку дала, все засмеялись. История, в которой ты уменьшаешь в какое-то количество ограниченных слов свою мысль, она дисциплинирует или упрощается? Она дисциплинирует, безусловно, ну, конечно, как любой формат, как любая каноническая форма, она дисциплинирует, как можно. Сонет, онегинская строфа. Ну, вот онегин, одно из моих любимых литературных произведений, как бы это ни звучало, только тривиально. У меня как раз Пушкин именно в этой штуке, именно благодаря тому, что он все время знал, что надо вписаться в эту строфу, там он максимальной поэтической свободы делал. Потому что он там, внутри вот этой формы, делал, что хотел. То есть он был скован только формально. Это очень важно. Также, видимо, с этими картотеками, я же не только должен был уместиться, я еще заранее говорил себе, сколько этих карточек должно быть в тексте. Скажем, И умещался туда. Если вы не пишете стихи о войне, то не думали ли вы в такую форму это облечь? Слушайте, это само собой происходит. То, что когда-то для меня было картотекой, сейчас это для меня социальная сеть. Все мое писание там где-нибудь в Фейсбуке, я это вполне рассматриваю как литературный проект. То есть вы не воспринимаете социальные сети как трату времени? Нет, нет, я к этому серьезно отношусь, причем стараюсь творчески. Ну, между прочим, в издательстве нового литературного обозрения вышла книжка с названием «Кладбище с вайфаем», собранная только из моих фейсбучных этих текстиков. Так что нет, я к этому вполне серьезно отношусь. Понимаете, сама по всей идее картотеки, она сейчас мне на сегодняшний день кажется уже как бы как бы сказать анахронизмом, потому что когда я все это делал, когда я все это начинал, то вот эта самая карточка, она была очень важным для всякой такой гуманитарной интеллигенции, очень важным носителем, важным предметом, потому что кроме того, что эти библиотеки были, ну, люди с этими карточками ходили в библиотеку и выписывали там цитатки, все, кто писали диссертации, обязательно ими пользовались. Это был рабочий инструмент. Учили язык, кстати говоря, с их помощью. Я еду в метро, напротив сидит какая-нибудь девушка или ставит вот эти карточки и губами шевелит. Я понимаю, что она учит язык, иногда по внешнему виду я даже догадывался, какой, и я так думал, вот представьте, что это сидит мой читатель и не язык учит, а мой текст читает, например, таким же способом. Ну, сейчас это уже, ну как, это плюс к вам перфект, уже как прошедшее время. Уже неинтересно. Это, значит, важнейшая ваша, концептуальнейшая книжка «Мама Малораму с комментариями». Да? И тут еще потрясающие ваши фотографии. Я все время на эту фотографию смотрю. Еще я, поскольку о содержании книги я не имею права говорить, об ее потрясающем дизайне я могу сказать, это, по-моему, полиграфический шедевр эта книжка. Книжка во всех смыслах шедевр. Подпишите мне, пожалуйста. Да. А, кстати, вот у человека с несчастливым детством, может быть счастливая жизнь? Слушайте, мы сейчас входим в ту область, которая... Ну, потому что мы знаем одного с явно несчастливым детством, которое нам устроило всю эту жизнь. Счастливую жизнь? Да, да. В какой момент в своей жизни вы себя чувствуете наиболее счастливо? Раннее детство, ожидание, да, ожидание дня рождения, понимаете, вот это, ожидание Нового года, ожидание подарка. В моем любимом тексте написано, что вы в четырехлетней покусали гостя на дне рождения. Это то, что хочется забыть. Но сам день рождения, хотя в этот же день рождения, это четырехлетие, это не единственное, что мне хочется забыть. Там еще был кошмарный один эпизод. Кошмарный был эпизод, значит. У нас по соседству жила портниха Татьяна. Она была пожилая женщина, но ее все называли Татьяна вообще-то без всякого отчества. Она была глухонемая, но разговаривала. То есть, нет, не немая, это я назвал, она была глухая. Она говорила. Она говорила, но как свойственно это глухим людям, говорила либо совсем тихо, либо очень громко, потому что она себя не слышит. Она, знаешь, взяла и на мой день рождения приготовила мне из обрезков каких-то тряпочек куклу-петрушку, которую на руку надевал. И в разгар этого веселья она как-то вошла в эту комнату с этой шевелящейся куклой. Еще своим громовым голосом она произносила какой-то, как бы якобы от лица этого петрушки какой-то поздравительный текст. И я до сих пор слышу свой могучий рев, как я испугался, как я испугался, боже мой, как я орал. Ее немедленно убрали, эту куклу. Но мне запомнился эпизод. А счастливый день где? Ну, сейчас я вспоминаю. Новый год, примерно 55-й, допустим. На Новый год нам приехали очередные родственники какие-то мамины. И мне было впервые разрешено не ложиться спать под Новый год, а вот, значит, встретить. Да и было невозможно. Там все равно негде было ложиться спать, потому что родственники приехали, там все в повалку спали. И вот был какой-то невероятно, невероятно счастливый Новый год, потому что эти родственники еще привезли с собой какую-то тетку. Ее звальнюся, как сейчас помню. Она была такая крашеная, с редкими волосами, тоже пожилая дама. И тоже с аккордеоном, вот как раз. И вот. И она играла на этом аккордеоне, пела каким-то надтреснутым, таким хриплым голосом курящей женщиной. И она что-то пела. Вот. И для меня какое-то было счастье. Вот такая вот эта семья, какие-то люди, любимые. Вот. Ну, много всего было, да. Чего вы сейчас ждете от жизни? Я жду относительно безболезненного ее завершения. Скажем так. В общем, мне есть ощущение, что какую-то основную программу я выполнил. Вот. А теперь хочется просто, просто жить, просто общаться с людьми, просто радоваться людям, радоваться вкусной еде, радоваться хорошим книжкам. Вот. Слушать хорошую музыку. Что бы вы хотели успеть увидеть? Боюсь, что то, что я хотел бы, я не увижу. А если увижу, это будет, это будет, это будет бонус. Я вообще жду бонусов только от жизни. Я не жду заслуженных подарков, я жду незаслуженных подарков. Они более ценные. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Милосердие, конечно. Конечно. Справедливости нет. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Наверное, безопасность. Правду я сам знаю, понимаете, я ее сам вычислю. Меня не обманешь. Родина или истина? Конечно, истина. Хотя я в нее не верю, но Родина это вообще понятие очень абстрактное. У меня не хватает воображения принять за Родину эту огромную территорию с лесами, полями, морями и огромным количеством народа. Родина это патриаршие пруды, где я в детстве пытался на коньках научиться кататься и не научился. Это подмосковная тайнинка, где я прожил значительную часть детства. Родина может быть только малой Родиной. Родина как государство для меня достаточно, к сожалению, к счастью, я не знаю. Это пустой звук. КОНЕЦ КОНЕЦ